Здравствуйте. По закону в прокуратуру может обратиться каждый, независимо от возраста и рода деятельности. Ежегодно количество обращений увеличивается примерно на 10%. Пишут по любому поводу, жалуются на протечку труб в квартире, шумных соседей и даже на некачественные товары. Но прокуратура заниматься всем не может. Так когда же нужно идти в прокуратуру? Например, вас обманула компания страховщиков или работодатель? Тоже смело пишите заявление. А вот вмешиваться в решение бытовых и семейных вопросов прокуроры по закону не имеют права. Во многих случаях прокуратура становится последней инстанцией, в которую обращаются граждане, чтобы добиться справедливости. Это программа «Прокурор в теме». И сегодня я беседую с прокурором города Самары Артемом Владимировичем Ерыгиным. А тема нашей программы «Законность и преступность в Самаре». Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Ну что же, давайте мы с вами побеседуем. Первый мой вопрос. С января 2021 года вы стали прокурором города. А вот расскажите, пожалуйста, как вообще начался ваш путь в профессию? Елена, в органах прокуратуры я работал уже более 20 лет. Мой трудовой путь начался в Оренбургской области. Я прошел все этапы прокурорской работы. Начинал со следователя, был старшим следователем, заместителем межрайона прокурора, прокурором района названа и прокурором межрайона. А также отработал пять лет в аппарате прокуратуры Оренбургской области. И, соответственно, в декабре прошлого года я был назначен на должность прокурора города Самары. Тема нашей программы сегодня «Законность и преступность в Самаре». А вот как в целом вы оцениваете состояние законности в нашем городе, ну и присутственности соответственно? Анализируя криминогенную обстановку в городе, необходимо отметить, что она достаточно стабильная. Уже на протяжении 8 месяцев мы фиксируем снижение числа преступлений, как в целом, так и по отдельным ее направлениям, таким как убийство, тяжкие телесные повреждения, совершение преступлений несовершеннолетними, грабежи, а также кражи. Конечно, такие процессы нас не успокаивают и не являются с поводом для самоуспокоения. Достаточно активно органы правопорядка, прокуратуры работают по пресечению тех направлений, где активно развивается определенная криминальная деятельность. И это такие направления, как незаконный оборот наркотиков, это экономическая преступность, коррупционная преступность, это преступление, так называемое кибермошенничество или сотовое мошенничество. Здесь необходимо отметить, что органы правопорядка достаточно достигли неплохих результатов. Наши коллеги из органов полиции, из ФСБ, Следственного комитета активно выявляют преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенные организованными преступными группами, привлекают к уголовной ответственности организаторов преступных сообществ, которые легализуют преступно нажитые доходы, а также активно привлекают к уголовной ответственности лица, которые вовлекают в совершение преступлений граждан и жителей нашего города. Я хотел бы заверить и вас, Елена, и, конечно, уважаемые жители нашего города, что такая работа будет продолжена и впредь в таком же активном режиме. Но вот все-таки самые насущные проблемы, волнующие жителей нашего города, это все-таки, наверное, вопросы ЖКХ, переселения дорог в городе благоустройства. Как сейчас решаются вопросы вот эти, которые я озвучила выше, и вот все-таки это дело прокуратуры? Да, Елена, к сожалению, тема ЖКХ, это тема очень горячая для нас, независимо от времени года. Если проанализировать те 9 тысяч обращений, которые поступают в прокуратуру города ежегодно, то примерно 40% всех обращений – это проблематика ЖКХ. Вот сразу давайте обозначим точки роста. Какие это вопросы? С чем они в первую очередь связаны? Потому что сфера ЖКХ достаточно большая, да? Здесь достаточно такой обширный спектр проблем, которые поднимает население. Это и вопросы благоустройства придомовых территорий, это и вопросы переселения граждан из аварийного жилья, это и капитальный ремонт, и, соответственно, размер тех тарифов, которые устанавливаются на коммунальные ресурсы. Поэтому спектр вопросов, которые стоит перед нами население, достаточно обширен. И именно исходя из этого, исходя из той оценки, которую дает население, состояние в жилищно-коммунальной сфере и правоотношения в ней, мы строим свою надзорную деятельность. И главная задача, которую я здесь вижу для себя, для своих коллег из органов прокуратуры, районного звена, а также органов правопорядка, это привлечение к уголовной ответственности и исключение сферы этих правоотношений любых делецов и преступников. И здесь мы реализуем достаточно широкий спектр наших полномочий. Это и исковая работа, это и реализация полномочий административной юрисдикции, это и возбуждение уголовных дел. И вот здесь я хотел бы, конечно, сказать, что в первом полугодии текущего года мы выявили и пресекли более 10 преступлений, которые были связаны с тем, что управляющая компания, ТСЖ, ну, то есть должна остыли, соответственно, этих организаций, собирали деньги с населением за ресурсы, получали ресурсы от ресурс окружающих организаций, тратили их, а денежные средства расходовали по своему усмотрению. Значит, суммарный ущерб по этим 10 уголовным делам более 500 миллионов рублей. Эта сумма достаточно такая колоссальная. Конечно. И я полагаю, что это только начало нашей работы. Первые дела этой категории уже пошли в суд. Значит, по этим делам ущерб более 100 миллионов рублей. Он обеспечен нашими мерами, то есть в том числе арестом имущества преступников. И надеюсь, что данный ущерб будет взыскан, а, соответственно, преступники получат то наказание, которое должны получить. В прокуратуру поступило обращение вот о деятельности, к примеру, как вы сказали, о недобросовестности управляющей компании. Ваши дальнейшие действия. Можно ли сказать, что сейчас прокуратура выступает гарантом того, что дело и расследование, соответственно, будет доведено до конца? Однозначно прокуратура является гарантом направления любого уголовного дела в суд. Наша задача надзирать за качественным расследованием уголовного дела. И, соответственно, мы поддерживаем государственное обвинение в судах по любой категории дел, в том числе и по этой. Поэтому, соответственно, мы заинтересованы в том, что возбужденное дело по нашей инициативе получило соответствующее завершение в виде приговора о суда. Какие еще меры прокурорского реагирования применяются реально на практике? Достаточно еще раз говорю. То есть у нас широкий перечень полномочий и возможностей в этом плане. И мы их активно реализуем. В частности, например, да, вот очень сильно население интересует темой капитального ремонта. Чтобы дома, которые попадают под программу, своевременно ремонтировались. Своевременно выполнялись ремонтные работы. И, соответственно, по многим домам работа заключается в ремонте кровли. И, опять же, население заинтересовано, чтобы такие работы выполнялись летом. Чтобы осенью, зимой граждане пострадали от естественных погодных условий. К сожалению, отдельные полномочные структуры не совсем активно работают в этом направлении. И мы выходим в суд с инициативой, с иском в интересы граждан о том, чтобы побудить такие структуры, своевременно заключать подрядные договоры и своевременно привлекать подрядчиков к ремонтным работам по такой категории домов. В том числе по ремонту кровель. И вот только на этой неделе мы предъявили районной прокуратуры города Самары и прокуратура Самара предъявила таких 15 исковых заявлений. А всего в целом мы за полгода предъявили, ну не за полгода уже, а за 7 месяцев, предъявили 58 таких исковых заявлений в защиту прав и интересов жителей на своевременный капитальный капитал и ремонт. Артем Владимирович, вы назвали очень серьезную цифру 9 тысяч обращений. Скажите, а вот от момента заявлений до результата какой промежуток времени должен пройти? Ну, конечно же, я понимаю, что есть нормативы, но тем не менее, когда поступило обращение и заявление в прокуратуру, когда ждать долгожданного ответа, ну и, соответственно, результаты? Я недаром задаю этот вопрос, потому что, ну вот, мне кажется, эта информация очень важна для телезрителей. Уважаемые жители нашего города, срок рассмотрения заявления, поступившим в прокуратуру города Самара 30 дней. Конечно, Елена, я хотел бы сразу здесь говориться, что результат иногда, ожидаемый человеком, в 30-дневный срок получить невозможно, по объективным причинам. Конечно. Это и сроки рассмотрения, например, наших заявлений в судах, это и сроки доследственных проверок, и сроки расследования уголовных дел. Поэтому срок рассмотрения 30 дней, срок, еще раз, удовлетворения, может, конечно, удовлетворение интересов жителя, может зависеть от объективных предпосылок. Ну и, конечно, от сложности, да, проблемы, с которой обратился. Давайте перейдем к не менее значимой теме. Вот в прошлом году зима выдалась очень сниженной, и были проблемы с очисткой дорог. Давайте побеседуем, как в настоящее время идет подготовка вот именно к зимнему сезону, касаемо части этого вопроса, этой проблемы. Да, Елена, интересный достаточно вопрос. В проблематику очистки города от снега мне пришлось погрузиться практически на второй день своей работы. На своем, скажем так, опыте я ощутил всю эту проблему, проблему снега очистки и вывоза снега на соответствующие полигоны. С первых дней своей работы мы подключили все свои ресурсы, свои возможности для того, чтобы оказать содействие органам мест управления, в понуждении, в том числе недобросовестных управляющих компаний, недобросовестных коммунальных подрядчиков, ТСЖ, к тому, чтобы своевременно происходила очистка города от снега. Мы проверили более 200 объектов за зиму, выявили более тысячи нарушений в этом направлении, возбудили даже уголовное дело по факту незаконного расходования бюджетных средств подрядчиками коммунальными. Ну и, соответственно, сделали выводы на этот год, на новый период зимний, скажем так. То есть мы выявили проблематику достаточности техники, а вернее ее недостатка для очистки дорог в снежный период. Мы выявили проблематику недостаточности людских резервов, в том числе управляющих компаний, то есть даже почистки кровель, почистки придомовых территорий и прочее, прочее. Все свои предложения мы аккумулировали и внесли для рассмотрения органов местного управления, органов власти, органов контроля и надзора, для того, чтобы в этот год была сделана работа над ошибками. Я полагаю и уверен в этом, что такая работа будет сделана. Все равно вы подходите к проблеме глобально, слушая вас, делаю вывод я. Ну вот, а если возьмем все-таки частный, да, случай, если есть придомовая территория, снег периодически не убирается, это должна делать добросовестная управляющая компания, и этого не происходит. Вот стоит ли в таких случаях обращаться сразу в прокуратуру, либо вы сейчас посоветуете жителям какие-то иные шаги, не доходя до вашего очень несерьезного ведомства? Вы знаете, Елена, это право выбора любого жителя, куда обращаться, в какое ведомство. Понятно, что непосредственно за этой темой надирает, реализует контрольные полномочия государственной жилищной инспекции, куда, соответственно, любой гражданин может обратиться с заявлением на действия управляющей компании или ТСЖ. Но если, конечно, уже интересы человека не были удовлетворены, не были реализованы государственные жилищные инспекции, человек может обратиться с жалобой на действия и управляющей компании, и в наш адрес. Но, собственно говоря, можно эту цепочку и не проходить. Просто обратившись в районную прокуратуру, допустим, своего района, или в городскую прокуратуру для разрешения данного заявления. Но первые шаги, наверное, все-таки стоит сделать в районную прокуратуру. И, коль уж мы с вами заговорили об этом, расскажите, пожалуйста, как это сделать? Сейчас в мир современных технологий стоит ли подать заявление по интернету, онлайн, либо прийти все-таки старым проверенным способом в прокуратуру, лично обратиться к специалисту, либо написать письмо. Расскажите быстрее, действеннее, современнее, что ли? Елена, у нас достаточно разные способы получения и обработки обращений граждан на любые темы. То есть это и, скажем так, старые способы, те, которые проверены временем. Это обращение на личный прием прокурорского работника. Мы всю неделю ведем прием граждан. Все мои работники и прокуратура города, и прокуратура районов в ежедневном режиме ведут прием граждан, где лично могут выслушать проблематику, где могут принять соответствующие заявления или обращения. Либо же человек может направить свое обращение почтой через прокуратуру города, районное звено, либо прокуратуру области. А также, соответственно, у нас здесь ресурс, собственно говоря, федерального масштаба, который позволяет принимать обращения через посредством электронных носителей. Хорошо. Можно ли сказать, что на сегодня ваше ведомство открыто для населения? Абсолютно. Мы открыты елено для любого человека, для любого органа власти. Средства массовой информации действуют, соответственно, сайт прокуратуры Самарской области, действует Инстаграм, где, соответственно, о своей деятельности мы достаточно широко и без купюры информируем население о проделанной работе. И мы в этом заинтересованы. Хорошо. Давайте также еще перейдем к актуальной теме и вопросу размещения парковочных мест. Обрисуйте вообще на сегодня проблематику, вот именно связанную с этими вопросами в нашем городе. Проблематика парковочных мест достаточно сложная. Во-первых, здесь две проблемы. С одной стороны, необходимы, конечно, и все заинтересованы в том, чтобы увеличился жилой фонд. Увеличился. То есть это переселение граждан из аварийного фонда, это предоставление жилья сиротам, это предоставление очередникам. То есть город заинтересован в строительстве жилых домов, увеличение жилого фонда. Но, тем не менее, органы местоправления сталкиваются с проблематикой именно нехватки земельных ресурсов, ограниченности городской акгломерации. Поэтому приходится, естественно, избирательно смотреть на проблематику выделения мест для парковок. Но, с другой стороны, есть нормативная база, которая предполагает, что на каждую квартиру одно парковочное место. Отсутствие парковочных мест негативно влияет на дорожно-транспортную инфраструктуру. То есть нет парковок во дворах, человек поставит машину на проезжей части. И здесь мы уже сталкиваемся с проблематикой безопасности дорожного движения. И безопасности и сохранности личного имущества и транспорта. Совершенно верно. Поэтому, я вижу, как администрация города, другие полномочные структуры пытаются решать данную проблему. Проблему, чтобы учесть интересы всех заинтересованных структур, граждан, лиц там и так далее. Понятно, не всегда, допустим, позиция администрации города или прокуратура города, также ли район названа, сходится. Бывает, конечно, разогласие, которые мы стараемся решить путем консенсуса, обсуждения. Вот, например, администрация города реализована наша инициатива, прокуратура города, о включении в состав комиссии по застройке города представителя ГИБДД. То есть той структуры, которая не понаслышке знает о том, как отсутствие парковочных мест влияет на дорожную, транспортную обстановку. Поэтому, принимая меры, стараемся сообщать, стараемся своими силами и средствами проблему парковок решать. Я надеюсь, что и власть нас слышит, то есть местное самоуправление, и мы их слышим. Ну, а все-таки какие-то, может быть, положительные, положительный опыт соседних регионов есть, и наверняка, я уверена, вы проводите совместные комиссии и штабы и так далее, да? Вот все-таки какие пути решения есть на сегодня? Вот как раз это данные проблемы, и вот какие-то предложения ваше ведомство предлагает к путям решения? Все-таки, Елена, иногда, еще раз говорю, решение проблемы заключается в том, чтобы более внимательно, объективно подходить к каждой конкретной ситуации. Я понимаю центр города, где застройка с парковками очень сложное явление, и это сложно реализовать. Но такие районы, промышленный район, Кировский район, там есть земля, там можно строить дома с парковочными местами. И, соответственно, есть решения, допустим, да, которые, ну, нас не совсем устраивают. Это предоставление земли по строительству без парковочных мест. И такие проблемы мы решаем в том числе путем обращения с исками в суд. В настоящее время рассматривается наше исковое заявление об оспаривании решения в отделении застройки в промышленном районе объекта без предоставления парковочных мест. Хорошо. От бытовых вопросов давайте все-таки перейдем к криминальным. А вообще, как можно оценить на сегодня криминогенную обстановку в нашем городе? И какие бы вы выделили, ну, что ли, болевые точки их присутствия в Самаре? В начале нашего разговора мы с вами эту тему понимали. Меня, как прокурор города, беспокоит, конечно, незаконный оборот наркотиков. К сожалению, в городе растет количество наркопотребителей, к сожалению, растет количество отравлений и умерших от употребления наркотических веществ. К сожалению, в городе имеется синтетический наркотик, метадон, который активно производится из прекурсоров. Поэтому все органы правопорядка, прокуратуры, другие органы профилактики нацелены на то, чтобы выявлять лаборатории по производству наркотиков, выявлять тех лиц, которые вовлекают других граждан употреблением наркотиков. Вот пару цифр. За вовлечение употребления наркотиков мы возбудили в этом году уже порядка 20 уголовных дел. Мы по этой цифре уже превысили годичные показатели прошлых лет. Мы выявили в этом году уже более полутора десятков притонов. То есть это мест, где создаются все условия для наркопотребления. То есть в этом году мы привлекли уже, скажем так, ряд преступников, которые действовали организованно в составе организованных преступных групп. Поэтому работа очень активно ведется. Кроме того, конечно, нас не может не беспокоить преступления, совершаемые в социально-экономической сфере. Например, учитывая ковидную обстановку, учитывая то, что население так несет определенное ограничение трудности, мы очень активно проводим проверки на предмет выявления пресечения преступления, связанных с невыплатой заработной платы. За это время, за 8 месяцев, мы выявили уже более, приближаемся к цифре в полусотню таких преступлений. Когда организации не выплачивали заработную плату и, соответственно, не хотели это делать добровольно. Значит, соответственно, мы вынуждены реагировать уголовно-правыми способами. Это вторая проблематика. И третье, конечно, вот эти вот кибермошенничества. Это преступления, совершенные с использованием сотового телефона, с использованием по отдельной карте, с использованием сети интернета и прочего-прочего. К сожалению, от этих преступлений страдают зачастую, скажем так, те граждане, которые нуждаются в нашей повышенной защите. Пенсионеры, в первую очередь. Пенсионеры и несовершеннолетние, в том числе, и другая категория такой, категория граждан. Поэтому здесь мы также применяем весь спектр своего влияния, в том числе уже точая практику назначения уголовных наказаний таким лицам. Я хотела бы задать вам несколько дополнительных вопросов, вот как раз по тем темам, которые вы обозначили. По поводу наркотиков. Скажите, пожалуйста, кто в первую очередь состоит в группе риска? И какая есть статистика на сегодня? Вы знаете, статистика достаточно неоднозначная. То есть есть и несовершеннолетние, есть и достаточно благополучные слои населения, есть и относительно маргинальные граждане, которые употребляют наркотические вещества. То есть здесь социальный слой достаточно такой неоднороден. Те лица, которые совершают преступления, вот именно связанные со сбытом, с закладками и прочим-прочим, это категория студенты, это категория мигранты, то есть это категория безработных. То есть вот мы нацеливаем и власть на то, чтобы проникли с этой проблематикой. То есть еще раз говорю, мигранты, студенты. Обратили особое внимание пристальное, да? Конечно, на эту категорию граждан, те, которые совершают преступления, именно связанные с незаконным воротом Один участково-полномочный полиции побороть наркопотребление просто физически не состоит. Здесь нужно и участие управляющей компании, и ТСЖ, здесь нужно и привлечение волонтерских организаций, и общественных организаций. Здесь нужен достаточно понятный системный мониторинг сети интернета для того, чтобы своевременно выявлять, притекать преступный контент. Здесь нужна мобилизация всех сил и средств ресурсов. Здесь нужна грамотная трата целевых средств, выделяемых на профилактику наркотиков. Грамотная. Обучение, еще раз говорю, волонтерских движений в работе с интернетом. Обучение методами и способами работы с населением для того, чтобы получать информацию о наркопотребителях, лабораториях или наркопритонах. Здесь нужно развитие системы ПК безопасных городов, финансирование, соответственно, грамотная расстановка видеокамер по городу для того, чтобы притекать такого рода преступления. Здесь нужна грамотная, комплексная комиссионная работа. Мне кажется, я уверена просто в этом, что ведь наркоманы и наркомания появилась не вчера, и все те термины и способы борьбы с ними, вы сейчас перечислили, они имеют место быть, и борьба с этим ведется. Потому что вы сейчас сказали, ну вот для меня лично, несколько каких-то вот новых способов борьбы, о которых я, к примеру, честно не слышала. И это работает? Да, совершенно верно. То есть есть примеры, допустим, Казани, то есть республики Татарстан, где волонтерские движения мониторят сеть интернета, то есть разрабатывают программное обеспечение для того, чтобы своевременно выявлять преступный контент. Есть в Оренбургской области, я был очевидцем этого, примеры работы волонтерского движения «Антидилер», которая достаточно активно работала по выявлению и наркопотребителей, наркозбытчиков, и активно работала организация по выявлению незаконной реализации алкоголя, в том числе несовершеннолетних. Примеры есть. Да. Хорошо. Телефонные мошенники. Ну, буквально в соцсетях через день лично я натыкаюсь на посты. Новые виды телефонных мошенников. Скажите, пожалуйста, вот действительно ли эта проблема настолько актуальна и очень насколько часто к вам обращение поступает именно по этому поводу? И я не могу не воспользоваться случаем. Пожалуйста, несколько цельных, дельных советов. Вот что нужно сделать, чтобы, конечно, избежать мошенников? Потому что они, как правило, звонят именно в те моменты, когда ты вот не ожидаешь никак услышать именно их. Вы знаете, какие-то конкретные способы диктовать или излагать, предлагать достаточно проблематично, потому что если проанализировать такие преступления, то они достаточно просто совершаются. То есть человеку просто, который поднял трубку и услышал незнакомый голос и непонятную тему, лучше просто прекратить разговор, на этом дело закончить. Поэтому никаких особых навыков, умений, способов предотвращать такие преступления особо-то и не нужно. Ну и, соответственно, никому не сообщать никакие свои персональные данные. Вот и все советы. Я думаю, просто. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот периодически в нашем городе ведомства и ГИБДД и судебные приставы проводят рейды. Проводите ли рейды вы, ваши сотрудники, я имею в виду, и если да, то на что в первую очередь они нацелены? Не совсем это тема прокуратуры проводить какие-то профилактические рейды. У нас проводятся прокурорские проверки. Это совершенно правильно. То есть тематика проверок достаточно широка, обширна. То есть мы проводим, проверяем достаточно различные сферы правоотношений. То есть это трудовые правоотношения, это экономика, и бюджет, и коррупционные преступления, правонарушения. То есть я не знаю темы, где бы мы, скажем так, не приложили свои усилия или руку. Поэтому абсолютно, ну, может быть, только космос не совсем наша тема, а все остальное это достаточно нами охвачено. Ну, прокурорская проверка, конечно, я с вами согласна, это тема отдельного разговора. Я думаю, что в одних из эфиров мы обязательно ей коснемся. Ну, а сейчас, может быть, подводя итог нашему разговору, на что бы еще вы попросили обратить внимание жителей нашего города? С какой проблемой все-таки стоит и нужно, и важно прийти в органы прокуратуры? Ну, и, может быть, какие-то организационные моменты, как вы работаете, и как можно и нужно к вам обратиться? Вы знаете, опять же, обращаться к нам можно по любой тематике. Мы никого не прогоним, мы никого не обвиним в том, что он тратит наше личное или служебное время. Проблема, которая меня, как прокурор города, интересует, и какой помощь я хотел бы, да, это, конечно, помощь в деле защиты прав детей. Да. Меня не может, как отца, как прокурора, волновать проблема детства, проблема защиты прав детей, защиты материнства и прочее-прочее. Череда тех преступлений, которые, попиющих преступлений, которые произошли за последнее время, говорят о том, что в каждом практически доме или в каждой агломерации, в каждом абсолютно МКД есть те семьи, которые просто в силу загруженности, в силу того, что небольшой штат органы профилактики могут не видеть. Поэтому, опять же, волонтерские движения, инициативные граждане, увидев такую семью, такой ребенка, который живет в нечеловеческих условиях, конечно, желательно, чтобы он сообщил в органы прокуратуры, в органы полиции, и, соответственно, мы примем все меры тому, чтобы права ребенка защитить. Это, наверное, одна из главных тем, которые я хотел бы сегодня затронуть. Хорошо. Ну, а горячая линия, сайт прокуратуры города Самара достаточно информативен. Вот, кстати, какую информацию можно почерпнуть, зайдя на сайт к вам? У нас централизованная система, естественно, соподчинения. Сайт у нас прокуратуры Самарской области. То есть там все необходимые данные о работе с нами, о наших новостях, там все это есть. Соответственно, как обратиться и кому обратиться. В том числе и горячая линия организована тоже по прокуратуре Самарской области. Там есть необходимые контакты, по которым человек может связаться и изложить свою проблематику. И мы подключимся к ее решению. Остается поблагодарить. Спасибо вам за интересное интервью, за ваши конструктивные ответы и советы, конечно же. Ну, а это была программа «Прокурор в теме». Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин